Просматривая интернет, мне встретилось несколько замечаний, которые оспаривают мою правоту о том, что Украина больше не государство. Эти люди ошибаются, либо сознательно вводят в заблуждение читателей Ютуба. В Украине денег в бюджете, в казне, в казначействе, да где угодно, государственных денег, доходов больше нет. В Украине существуют только кредитные или заемные золотовалютные запасы. Мало того, МВФ, ЕС ограничили суверенитет Украины до самого возможного для них, до самого низкого уровня. Во-первых, все эти кредиты, приходящие в Украину, распределяются уже не президентом Украины, не премьер-министром, не председателем Нацбанка. А распределяются специальными комиссарами или инспекторами МВФ и ЕС. И даже обоснования не приведены, в связи с тем, что коррупция и воровство кредитов достигло слишком высокого уровня. То есть они разворовывались раньше, чем на что-то тратились. Деньги выделяются только на военный конфликт с Донбассом, с Луганской народной республикой и на провокации против России. Более никуда. За это Украина расплачивается бесконтрольным забором органов для трансплантации у военнослужащих, у населения, специальные уже поликлиники, специальные отделы стоят. Людей просто чуть ли не в массовом порядке разбирают на органы. Несколько сотрудников СБУ, которые не выдержали, ну в общем-то они, видимо, были украинцы, хоть и, скажем так, в ложно понятых интересах Украины, попытались выступить против и были уничтожены. Сейчас новая идея ЕС, а именно загрузить всех беженцев, вновь прибывших в страны ЕС, на Украину, чтобы их легче было выдавить в Африку обратно. За это даже Украине не собираются платить денег, потому что она будет работать за проценты от долгов. Поэтому лица, которые утверждают, что Украина государство, ошибаются, либо сознательно вводят в заблуждение читателей Ютуба. Украина как государство отсутствует.